Друзья, я вас приветствую на канале о сложном просто. Меня зовут Сергей. Сегодня у нас 58 серия вопросов и ответов. Вы задаете вопросы, я пытаюсь на них ответить. Так, что еще? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как обычно. Вы и так все это знаете. Поехали. Так, вопросов на сегодня 4. Давайте перейдем к первому вопросу на сегодня, а номер у него уже 262. И звучит он следующим образом. Entity Framework Interceptors. Зачем? Ну, видимо, Entity Framework Core, потому что они появились именно в Entity Framework Core. Interceptors это перехватчики. А зачем? Ну, давайте начнем с того, что вообще вот эти перехватчики, они управляют поведением до ДБ контекста, то есть Entity Framework на более низком уровне. они умеют перехватывать, ну, соответственно, если могут перехватывать, то изменять или даже подавлять какие-то поведенческие механизмы. Также для разных ДБ контекст можно использовать один и тот же экземпляр перехватчика, потому что они servless, так называемые, ну, то есть отсоединены от контекста, грубо говоря. Ну, и надо сказать, что есть встроенный тип перехватчиков, которые вы тоже можете использовать, например, Command Interceptor, то есть когда выполняете команду, срабатывает именно этот интерцептор, когда вы подключаетесь или настраиваете подключение, или когда база подключается, вернее, когда Entity Framework подключается к базе, срабатывает Connection Interceptor, ну, и когда вы запускаете транзакцию, есть еще один Transaction Interceptor. Так вот, к вопросу, зачем они? Для того, чтобы было проще управлять ДБ контекстом, то есть Entity Framework, на низком уровне, и чаще всего используется для обработки, для постобработки или предобработки каких-то запросов, коннекшенов, ну, или транзакций. Нужно ли использовать или нет? На ваше усмотрение. Если уже никакие свойства и методы не помогают, никакие способы не подходят, ну, наверное, вам нужно посмотреть в эту сторону. Итак, следующий вопрос, номер 263, сегодня у нас второй. Как вы оптимизируете запросы к базе данных? Смотрите ли вы план выполнения? С чего обычно начинаете оптимизацию, и на что обращаете в первую очередь внимание? Друзья, когда появился Entity Framework, не Core, а вообще Entity Framework, это был .NET 3.5 Service Pack 1, насколько я помню, это была версия 2008, и тогда Entity Framework вышел сразу в версии 3.5, ну, потому что .NET обновился. И я тогда обратил на него внимание, посмотрел, естественно, ничего не понял, и к нему вернулся только в версии 4.0, когда вышла версия 4 в 2010 году, в апреле, наверное, версия .NET обновилась до 4.0, и сам .NET Framework, ну, в смысле, Entity Framework, он сильно преобразился. Тогда я начал уже его использовать, пробовать и смотреть. К чему я веду? На первоначальном этапе, когда он только появился, запросы были настолько корявыми, настолько уродскими, если хотите, и они делались так долго, что мне, да, приходилось смотреть план выполнения, смотреть, что он там нагенерил, править, плеваться, писать заново, выполнять команды отдельно, и, соответственно, в первую очередь, естественно, смотрел на производительность, потом смотрел на то, какие базы, какие сущности, какие таблицы цепляются при выполнении того или иного запроса. В общем, когда-то это было очень давно, 4.0, 4.1 я смотрел и правил это все, и потом, до определенного момента, то есть, когда он уже повзрослел, этот .NET, когда уже, тем более, появился Entity Framework Core, я перестал это делать, потому что запросы, которые генерируются Entity Framework, стали даже быстрее и лучше выполняться тех, которые писал я. С чем это связано? С тем, что Entity Framework умеет искать дырки, нет, наверное, не так, находить прелести все SQL-сервера, особенно хорошо он работает с MS SQL-сервером, потому что умеет управлять ядрами, управлять потоками, то есть, чтобы запросы выполнялись быстрее. Те запросы, которые я писал вручную сам, выполнялись обычно медленнее, а то и медленнее в несколько раз, ну, в 2, как в случае было, в 2.1, если быть честным, раза быстрее, чем те, которые мог написать я, уже оптимизированный со всеми правилами, со всеми нужными штуками, которые нужно при этом использовать. Так вот, где-то примерно с версией 6, наверное, я не смотрю и не оптимизирую запросы к базе данных, потому что полностью доверяю. Ну, и если учесть, что есть очень сильный конкурент, который называется Dapper, который немного проще и легче Entity Framework. Другими словами, если из Entity Framework выкинуть несколько фич, которые так или иначе помогают работе, там, проксирование, change tracker, еще всякий раз, все штуки, по-моему, такие, lazy loading и так далее. То есть, если их всех отключить, то он сравняется по производительности с дапером. Так вот, Entity Framework и без меня, то есть, разработчики Entity Framework и без меня понимают, что нужно делать лучше, качественнее, быстрее, эффективнее и так далее. Поэтому смотреть на их запросы, ну, я говорю, с версии 6 я перестал смотреть, когда я вышел в Entity Framework 7, Core, ну, который стал 1.0. Вот, с тех пор тоже я, как бы, не особо смотрю. Я посмотрел, проверил, работает быстрее, я бы ничего умного не донес бы, не настолько продвинутый стиль программирования, ну, как оказалось. Ну, поэтому я доверяю, и мне не было нареканий по части того, собственно, или как работает датабейс вместе с Entity Framework. Суть сводится к тому, что Entity Framework это инструмент, как и все инструменты нужно использовать по назначению, вы не будете отверткой забивать гвоздь или, наоборот, молотком закручивать шурупы. Собственно, все хорошо в меру, и для того, для чего он предназначен, он справляется исключительно хорошо, и поэтому запросы я не проверяю, не оптимизирую и даже не обращаю на это внимания. Запустил, выполнил, свободен. Вопрос номер 264. Используете ли вы версионирование агрегатов, состоящих из нескольких сущностей? Если да, то как вы это делаете с Entity Framework? Так, ну, если честно, мне этот вопрос немножко в ступор ввел, потому что я не знаю про версионирование агрегатов ничего в принципе, и вот почему. Ну, во-первых, давайте предположим, что у нас есть какая-то сущность, пусть называется Order, и будем считать, что у этой сущности Order есть такое понятие, как объекты этого заказа, то есть так называемые items. Собственно, у меня в заказ может входить вот такой набор айтемов, грубо говоря, это получается своего рода Order items внутри ордера, то есть, грубо говоря, это получается некий такой агрегат. Причем, если говорить, что это весь агрегат, то есть вот это вот зеленое, как раз этот ордер, это агрегат root, то есть основа, да, база, ключевая сущность в этом агрегате. И если говорить про версию, то, в общем-то, я не понимаю, что здесь будет версия. Версия подразумевает какое-то изменение. Я так думаю, что если вы захотели изменить агрегат, ну, или часть его, то вам потребуются какие-то обоснования. Просто так взять и изменить агрегат вам вряд ли это нужно. Ну, хотя бывают и такие случаи, да. Итак, что может изменить этот агрегат? Ну, например, рефакторинг. Вы сделали какой-то там большой рефакторинг, и нужно там добавить свойства или еще что-то. То есть были какие-то изменения, основанные на рефакторинге, на улучшении кода, читаемости и так далее. Второй вариант – это когда вы сделали какой-то баг-фикс, ну, то есть исправление ошибок тоже ведет к изменению агрегата. Возможно, там добавились поля или типы, или расширили его, еще что-то. Ну, теоретически, да, такое тоже может быть. Или, допустим, появились новые требования, и вы изменили на основании этих требований этот агрегат. Там, опять же, добавили свойства, удалили свойства, изменили его тип. Но суть сводится к тому, что вот это вот изменение внутри агрегата, оно вам, собственно, бессмысленно в том смысле, что если вы не будете где-то пользоваться еще, там, пропускать по бизнес-процессам эти изменения, то изменение этой версии, ну, то есть ничего вам не даст. Суть сводится к тому, что любое изменение агрегата, любое изменение сущности связано с изменением в целом этой фичи, в которой этот агрегат используется. Опять же, изменение фичи или добавление фичи, или написание, или удаление фичей, это изменение версии программы, то есть это так называемый фича-менеджмент, который позволяет вот этими полезными функциями, если мы так фичу назовем, да, управлять вашим приложением. То есть включили фичу, появилась возможность, новая версия, выключили фичу, или там поправили ее, новая версия. Само изменение версии агрегата ни на что не повлияет. Вы хоть миллион этих версий поставьте, если без изменения в округе, а про эту версию всем наплевать, скажем так. Как только вы изменили какой-то агрегат, вас пошли изменения, затронули другие части. Вот эти другие части более глобальны, и они ведут к версионированию. Версионирование, опять же, сюда можно принести, допустим, версионирование API, да, когда у вас для одной версии, там, разработчики сделали одну версию, ой, для одного региона, например, сделали одну версию, потом добавили новые фичи, выпустили на более мелкий регион, поменяли эту версию, и там уже будет другой агрегат, но это будет уже версия продукта, а не агрегата. Поэтому вопрос к версионированию агрегатов, я не понимаю. Или уточните, о чем вы говорили, ну, или одно из двух. Я думаю, что речь идет именно про фича менеджмент, который в концепции смены версии меняет функционал, в котором, естественно, используется этот самый агрегат. Ну и вопрос 265 на сегодня, тоже не будем долго на нем останавливаться, как научиться читать исходный код больших проектов. Но это, на самом деле, очень хороший вопрос, и тут нельзя однозначно ответить, вот, читайте, там, правым глазом, закройте левый, поднимите руку, там, встаньте на одну ногу. Нет, так сделать нельзя. Все сводится к тому, насколько вы подкованы в предмете понимания фреймворков, паттернов, шаблонов, подходов. Так или иначе, большие проекты строятся группой лиц, и у них есть какие-то договоренности. Так вот, эти договоренности могут быть внутрикомандными, если, допустим, какой-то закрытый, супер-секретный проект, который знают пять разработчиков, а больше никто, и где-то есть описание и документация, и это может быть какое-нибудь описание супер-внутреннего секретного протокола, который вам могут рассказать только эти разработчики. Второй вариант, когда эти самые разработчики используют общепринятые подходы, паттерны, шаблоны проектирования и так далее, и тогда, зная их, вам будет читать этот код намного легче. То есть, понимая, что это такое, понимая, как работает naming convention, можно понимать, что если написано там ордер репозиторий, то репозиторий – это паттерн, и значит, вы знаете, как он работает, это абстракция на базе данных, если база данных, где-то есть подключение, то есть, логические умозаключения вам прямо в помощь. Но суть сводится к тому, что для того, чтобы знать, куда раскручивать эту логику, нужно понимать, как эти паттерны, шаблоны, подходы, принципы и так далее работают, на каком основании, какие используются, в каких местах, для чего. Ну, и зная, например, юнит-у-ворк, ага, вы будете понимать, что он управляет репозиториями, ага, значит, где-то должен быть репозиторий, а вот он, репозиторий в фэкторе, ага, в фэкторе он генерирует репозиторий. Вот так вот это может вас ускорить. Просто так читать весь код, от начала до конца смысла, ну, нет. То, что вы прочитаете весь код, без понимания того, как он работает, это будет только говорить о том, что вы прочитали весь код. Ну, это, как говорится, диплом, который выдается в институтах, академиях и университетах, только говорит о том, что вас пытались чему-то научить. А научились вы или нет, это другой вопрос. Еще раз, знания подходов, паттернов, принципов, шаблонов и других вот этих вот нюансов разработки, которые есть глобальные, есть меньше архитектуры, всякие разные. Вот понимание того, как они работают, вам смогут подсказать, куда, в каком месте проекта нужно посмотреть, или где, в каком нужно что открыть, чтобы было понятно, как это работает. То есть, понимая, что если, допустим, вы используете какой-нибудь, я не знаю, медиатор, понимаете, что это посредник, что паттерны реализуются таким образом или таким, ну да, несколько реализаций есть, то вы будете в коде искать эти места. Если нет, вы можете про них спросить и ответить вам на вопрос, а где медиатор там, медиатор, посредник, между чем и чем, вам будет ответить, даже тем, кто знает про это, гораздо проще, если вы, допустим, онбординг происходит, то есть устройство на работу и вы вникаете в проект. Вот только это. Других обоснований нет. Ну, помимо того, что все могут писать все, кто-то пишет код, кто-то пишет еще что-то, да, нужно понимать, что так или иначе вы все пишете, это на базе каких-то знаний. Чем больше знаний, тем больше понимания точка. Вам всего доброго и пишите правильный код. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!